Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. Простите, друзья, на пару дней выпал из колеи, загремел немножко в больничку. Коматос, огромный тебе привет отдельно и спасибо большое за поддержку, мне это безумно приятно. Немножечко тяжело говорить, но наборчик мимо обойти мы не можем. Я вернулся домой и думаю, что могу в принципе приступать к тому, чем занимался раньше, а именно показывать честные обзоры на все, что происходит в нашей игре, в частности на те танки, которые выставляются на продажу. К сожалению, пропустил розыгрыш рулеточку ТС-60, машинка годная, но видео не вышло. Уж простите, то же самое касается Франкенштанга. Отдельно, кстати, отмечу, что если вы любитель фановой игры, если вы готовы отдать 3,5 тысячи золота за приятные впечатления от боев, пускай даже немного фармить при этом будете, то данный наборчик я бы рекомендовал приобрести. Мне лично Франкенштанг очень сильно заходит, машина действительно классная и действительно очень приятная. Ну а сегодня мы с вами поговорим о вот этом наборе эффективная эффективность, такая себе тавтологическая тавтологичность, хотя, честно говоря, многие считают, что Лан Сенсей это очень эффективная тачка, а мне как-то не сильно заходит. Возможно, у меня совсем другие ожидания от машин, нежели у тех игроков, которые говорят, что Лан Сенсей это действительно хорошо. А вот что касается акулы, ребят, то здесь действительно могу, положа руку на сердце, сказать, что данную машину можно смело брать даже в голом ее состоянии и она вам зайдет и будет всегда сопутствовать удача в боях, потому что пробить ее порой очень-очень сложно. Мне лично не нравится бодаться против Т-54Е2 в боях. Что касается 12,5 тысяч за набор, то он выгоден сугубо математически, потому что если оценивать Т-54Е2 в 8,5 тысяч голды, то получается, что за оставшиеся 4 косаря вы получаете себе восьмерку и если вы умеете играть на средних танках, то она вам зайдет. Вы получаете Х5 в количестве 15 штук на каждую из этих машин, а значит неплохо поднимете себе элитный опыт экипажа. Ну и что касается открытого оборудования, тоже довольно неплохо, потому что по моим грубым подсчетам это где-то в районе 4-4,5 миллионов серебра экономии. Согласитесь, их тоже надо нафармить для того, чтобы потом потратить на открытые слоты, ну и соответственно здесь уже все открыто, поэтому большое спасибо, как говорится. Есть легендарные внешние виды, и если на Лан Сен-Це еще хоть как-то, хоть что-то, хотя тоже, честно говоря, не сильно алё, по крайней мере по моему вкусу, то, что касается акулы, она безусловно уже морально устарела. В век анимированных и всякого рода переваливающихся камо, данный камо уже абсолютно не смотрится. Когда появился, да, действительно было круто. Подходит ли к внешности? Да, безусловно подходит. Но у меня, допустим, на моем основном аккаунте акула без легендарного внешнего вида, и мне это абсолютно не мешает на ней играть. Короче говоря, машина играется не от внешнего вида, а от того, на что она способна. А эта машина действительно способна. На что именно? Сейчас посмотрим, когда зайдем в бой. Давайте кратенько по ТТХ, по орудию. 220 пробития больше, чем достаточно, чтобы с восьмерками бороться. Что касается среднего урона, то 310, и это очень классный показатель, с учетом того, что у вас менее 8,5 секунд время перезарядки. Причем это время перезарядки акула переживает вполне себе спокойно, если будете прятать нижний бронелист. Что касается времени сведения и разброса, то это заценим с вами непосредственно в самих боях. И еще один большой позитив у акулы, это угол склонения орудия вниз, минус 10. Действительно безумно комфортно отыгрывать на неровностях. Есть комбашня, она выцеливается, но все-таки, когда вы отыгрываете от башни где-то на неровностях, то, пользуясь своим углом в минус 10, вы выезжаете таким образом башней, что здесь бешеная привиденка, которую не пробьешь, а ваш вот этот командирский лючок, он не настолько заметен, что прям с легкостью можно было его выцелить, ну и соответственно нанести туда урона. Ну что, берем машину и поехали в первую попавшуюся каточку, для того, чтобы ее заценить по факту. Ну что, друзья, поехали. Пока передвигаемся к зоне боевых действий, где будем пытаться быть максимально полезными, хотелось бы сообщить моим зрителям следующее. Если вы являетесь подписчиком моего канала и ваши подписки открыты, то данная информация однозначно для вас. В ближайшее время, возможно сегодня, возможно завтра, выйдет видео про Дракулу. Так вот, если вы хотите себе Дракулу в ангар, рекомендую вам, если вы еще не подписаны на канал, подписаться на канал прямо сейчас, обязательно нажать на колокольчик и убедиться в том, что ваши подписки открыты, чтобы я их видел. Когда выйдет видео про Дракулу, оставите соответствующий комментарий под данным видосом. Как я уже сказал, это может произойти сегодня, а может быть завтра. Ну и по результатам просмотров данного видео мы выберем одного победителя, которому Дракулу подарим в ангар. Поэтому, друзья мои, подписывайтесь на канал, ну и соответственно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход нужного вам видоса. Да и вообще, в принципе, ребят, подписывайтесь на канал, потому что более честных обзоров вы навряд ли где-то найдете. Здесь нет приукрашения каких-либо танков, здесь нет заливания по поводу того, что это имба имбовая, вам обязательно необходимо ее купить. Особенно мои видео, мне кажется, будут полезны в первую очередь тем игрокам, которые имеют процент по победам в районе 50. Но не все мы, ребят, киберспортсмены. И все-таки, если вы хотите видеть, как машина будет играться вашими руками среднего игрока, то, наверное, вам необходимо смотреть обзор от среднего игрока, нежели от киберспортсмена и статиста, который палкой-копалкой в бою без патронов всех кого угодно забьет. Так, друг любезный, хорошо ты, зараза, забронирован, даже голда сейчас не помогает. Попытаемся в щечку закинуть. Ладно, уходим. Нам здесь делать нечего, особо нам никто не помогает, к сожалению. Поехали, попытаемся от башни поиграть на другой позиции. Вообще, акула очень приятная машина. И что в ней действительно хорошо, так это то, что данная машина, она вам прощает ваши ошибки. Если вы не сильно подкованный игрок, то вы все равно сможете с ней справиться. Знаете, есть такой танк, который внешне довольно-таки похож чем-то на акулу. Это Т-77. Так вот, на Т-77 там все-таки нужны подкованные руки. Я бы не говорил, что руки нужны ровные или кривые. Я не считаю, что если кто-то плохо играет, то у него кривые руки. Просто может не хватать практики. Так вот, на Т-77 и на многих других машинах действительно необходимо, чтобы вы умели играть на том или ином классе техники. Чтобы вы умели рассчитывать тайминг, чтобы вы понимали разъезды по картам, чтобы вы понимали, насколько сильно довернуть танк под угол для того, чтобы дать максимальную броню с учетом приведенной брони. И подобные вещи знать должны. А вот акула, это один из немногих танков, которые позволят вам играть качественно, результативно, даже если вы не умеете такого огромного багажа знаний в этой игре. И эта машина действительно must-have в ангаре практически любого начинающего танкиста. Первая машина, которую я всегда рекомендовал, это Левчик. Но дело в том, что Левчик, он все-таки подешевле, это во-первых. А во-вторых, он фармит лучше. Поэтому, да, для нового аккаунта, для абсолютно пустого какого-нибудь аккаунта, на котором нет ни одного премтанка, безусловно, Левчик будет как нельзя кстати. Потому что голды он стоит на 3 косаря дешевле, грубо говоря. Ну, а результативность по фарму серебра у него, я бы сказал, шикарная. 185%. Если я правильно помню, то у акулы 175%. Это меньше. И стоит акула дороже. Поэтому, безусловно, может и не стоит рассматривать акулу как первый танк на аккаунте. Но как танк, который нужен вам, рассматривать однозначно стоит. Вот вам угол склонения орудия вниз, минус 10, который позволяет вот в такой вот проекции, находясь, быть практически неуязвимым. Ну и, соответственно, делать беды вашим соперникам. Ну а что вам еще надо от машины? Ну, конечно же, позитивных впечатлений, результатов, ну и, соответственно, победы, которую мы сейчас абсолютно не потея держали. Я сейчас, честно говоря, нахожусь не совсем в том физическом состоянии, чтобы полноценно, скажем так, иметь возможность играть. Но в то же время, даже вот в таком состоянии, я сделал все необходимое для победы. Я сделал два фрага. Может, я не набросал сейчас какую-то там бешеную кучу урона. Но по факту данная машина вполне спокойно вывозит по 2500 урона в обычных боях. Поэтому будьте готовы к тому, что машина действительно результативна. Этого я не могу сказать про Лансена по одной простой причине. Потому что Лансен в моих руках, ну, не играется настолько круто, как во многих других руках других ютуберов. Но к нему вернемся чуть позже. Что касается нашей доходности, то в данном случае, безусловно, не очень круто. У нас ушло на пополнение боекомплекта 25 косарей. Если вы этим баловаться не будете, то, соответственно, вы будете в существенном плюсе. Ну, а с прем-аккаунтом 20 тысяч. Короче говоря, фармит эта машина вполне себе нормально. Поэтому не обращайте внимания на ту цифру, которая сейчас получилась. А просто учтите, что у меня были дополнительные затраты, которые вы, в принципе, можете-то и не нести абсолютно. Что касается нашего места в команде, ну, да, окей, среднячком. Но, как я уже сказал, я не сильно был сконцентрирован на бою. Больше общался с вами. Ну, и, соответственно, отсюда такой результат. Но поверьте мне на слово, если вы приобретете себе акулу, пускай даже отдельно, вы об этом никогда не пожалеете. Я знаю несколько игроков, которые, по моей рекомендации, приобрели себе в свое время акулу. И до сих пор пишут мне слова благодарность. Особенно, когда данная машина выходит на продажу. К Лансену С мы вернемся чуть позже. Обязательно выкатим его из ангара. Видео будет на канале, я думаю, где-то через часок-другой по поводу Лансена. Ну, и плюс к тому, ребят, ожидайте видео на Дракулу, если хотите получить Дракулу себе в ангар. Кстати, что касается покупки в голом состоянии, вот он за 8500, и я считаю, что даже за 8500 данную машину вполне спокойно можно брать. Кто-то скажет по поводу того, что вот там на аукционе она стоила дешевле, или там были какие-то штучные предложения. Но давайте не будем путать какие-то бешеные скидки на просто, ну, с обычной простой продажей. Вот сейчас обычная простая продажа, и он своих 8500 действительно стоит. Я побежал снимать видос про Лансена, ну, а вам, друзья, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok